Субтитры создавал DimaTorzok Запомним, какие бывают вопросы. Вопросительное слово бывает. What переводится что. Если это идёт словосочетание, например, what time, какое время, what color, какой цвет, то в этом случае слово what переводится какой, какая, какие. Вопросительное слово when, когда, why, почему, зачем. Where, где, куда. Иногда это слово может сочетаться со словом from. Where, from. Тогда это будет откуда. Who, кто. Если добавить букву Emma, или можно обойтись без неё, тогда этот вопрос можно перевести как кому, кем. Вопрос how переводится как. Словосочетание how old обычно относится к возрасту. Дословно переводится на сколько стар. Мы переводим на русский язык это сколько лет. Словосочетание how many, how much переводится в сколько. How many используется для исчисляемых предметов. How much используется для неисчисляемых. Следующие два вопросительного слова, которые используются в словосочетании. Например, who's book, who's don't. Вопрос этот переводится чей. Чья книга, чья собака, чей брат, например. Слово which переводится который. Мы его можем перевести в словом какой, но это используется только, когда есть выбор. Не надо подать со словом what time. Отсюда which hand. Которая ручка, когда у нас выбор из каких-то предметов. Which of you. Кто из вас. Рассмотрим несколько предложений. Первый. My mother is in the kitchen. Первый вопрос, который мы с вами зададим, вопрос к подлежащему. Второй вопрос будет задан в дополнение in the kitchen. Вопрос к подлежащему строится на основе предложения. То есть, вместо подлежащего мы ставим нужное нам вопросительное слово. Мама. Кто? Так и запишем. Who? И все остальные слова переносим без изменения. In the kitchen. Здесь важно помнить, что глагол to be нужно будет поставить в третье лицо единственное число. Это особенность вопроса к подлежащему. Что этот вопрос, как правило, ставить в третьем лице единственное число. Вопрос к дополнениям in the kitchen строится на основе общего вопроса. Поэтому, прежде чем мы с вами зададим вопрос, где находится мама, мы должны с вами построить общий вопрос. Помним, что глагол to be – это сильный глагол. Поэтому, чтобы задать вопрос, мы его просто-напросто переносим на место перед подлежащим. И наш общий вопрос звучит следующим образом. Из My Mother in the Kitchen Далее, нам нужно вспомнить, на какой вопрос мы отвечаем, чтобы получился ответ in the kitchen. Where? Запишем это слово. Where? А дальше наш ответ мы просто-напросто убираем из общего вопроса. И переписываем то, что у нас осталось. Where is my mother? Вот и все. Не так и сложно. Второе предложение. My friends are ten. Моим друзьям десять лет. Первый вопрос мы с вами задаем к подлежащему. My friends. Вместо нашего подлежащего мы ставим вопрос who. Кто? И мы с вами уже говорили, что глагол to be нужно будет поставить в третье лицо единственное число, для того, чтобы задать вопрос подлежащему. Поэтому вместо глагола are мы напишем глагол is. Who is ten? Переводится кому? Десять лет. Теперь надо задать вопрос к слову ten. Десять лет. То есть, сколько лет моим друзьям. Прежде чем задать этот вопрос, мы с вами должны поставить общий. И мы помним, что глагол to be – это сильный глагол. И мы его выносим на место перед подлежащим. Отсюда наш вопрос звучит так. Are my friends ten? Теперь нужно задать вопрос к слову ten. Помним, что вопрос будет звучать следующим образом. Сколько лет? How old? И мы спишем вопросительное слово в начале вопроса. How old? А далее мы опять берем карточку и закрываем наш ответ. Сделаем, чтобы полувидно. How old are my friends? У вас получилось? Возьмем с вами еще одно предложение. You are from Russia. Вы из России. Надо будет задать вопрос к подлежащему и дополнение. Мы уже с вами говорили, что вместо нашего подлежащего мы ставим вопросительное слово. Кто? Who? Дальше глагол to be ставится в третье лицо единственное число. Who is from Russia? Чтобы задать вопрос к дополнениям from Russia, нужно сначала построить общий вопрос. Для этого опять вспоминаем, что глагол to be – это сильный глагол. И мы ставим его на место перед подлежащим. Are you from Russia? Теперь наша с вами задача – вспомнить, какое же вопросительное слово надо сказать, чтобы ответ был из России. Откуда? И этот вопрос мы пишем по-английски в начало нашего вопроса. Where? Далее мы с вами наш ответ убираем из общего вопроса. И переписываем то, что осталось. Where are you from? Where are you from? Как видите, ничего сложного. И еще одно предложение. The rabbit is in the cage. Зададим вопрос к подлежащему. Поскольку вопрос задается к животному, мы задаем вопрос what. А дальше смотрим глагол to be у нас в третьем лице в детском числе и переписываем наше дополнение. What is in the cage? Чтобы задать вопрос к дополнению, где находится пролик, мы должны с вами сначала задать общий вопрос. Для этого мы с вами вспоминаем, что глагол to be – это сильный глагол, и мы опять ставим его в начало предложения. Is there a rabbit in the cage? Чтобы нам задать вопрос к слову Эда Кейдж, мы вспоминаем, какое вопросительное слово нам требуется. Где находится кролик? Where? И прячем наше вопросительное слово. Наше слово ответ. Where is the rabbit? Where is the rabbit? Where is the rabbit? Ну, а теперь ваша очередь. На доске два предложения. Нужно задать вопросы к подлежащему, общий вопрос и дополнение. Успехов вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!